Здравствуйте, меня зовут Спиридонова Анастасия. Мы находимся на выставке в Академии акварели, где представлена часть моих работ. Это первая картина в экспозиции выставки. Эта картина писалась в Костроме. Называется она «Волга деда». Здесь представлена старая машина, любимая более ранними поколениями. Написала ее непосредственно в Костроме, находясь перед этими гаражами. Прям сидела перед ними непосредственно и в солнечный и яркий день писала эту работу. Написала относительно быстро, в течение нескольких дней. Однако машина не находилась в данном пространстве. Перед гаражами я ходила в другое место, где стояла эта машина и переносила уже композиционно ее специально в работу с гаражами. Перейдем к следующей работе. Это зарисовка достаточно быстрая. Женский портрет так и называется. Здесь изображена средневековая девушка. Нарисовала я этот портрет достаточно быстро. Вы можете обратить внимание на технику. Она лихая. Портрет больше похож действительно на зарисовку, нежели чем на проработанную историю. Здесь использованы различные материалы. Мягкие, разных цветов. Коричневый, сангина. Это вот этот рыжий карандаш. Это курсовая работа. Малодиплом. Я ее написала, когда училась в академии на четвертом курсе. Здесь изображен Пушкин. В момент, когда к нему приехал лучший друг во время ссылки. Радостный момент встречи, потому что Пушкин очень тосковал и грустил во время насылки, потому что у него компания была только няня и какие-то соседние усадьбы. Маленькое общество. Пушкин человек очень веселый, энергичный. Естественно, ему хотелось излить эту энергию. И все мы знаем, что он был очень таким заводным персонажем. Все это были мои работы, которые писались во время обучения, рисовались. И это в том числе работа нарисована, когда я была еще студенткой академии. Сейчас я являюсь преподавателем. Я выпустилась, защитила диплом. Сергей Николаевич поставил меня преподавателем на предпрофессиональное обучение. Также на высшем образовании веду пятый курс, веду живопись и рисунок. Это автопортрет. Вы можете сравнить меня, мое лицо и лицо на автопортрете. Я думаю, достаточно узнаваемо. Рисовала я его дома, в домашней одежде. И тоже мне очень нравится манера зарисовочная, быстрая, лихая. Вы можете найти сходство между девушкой прошлой и автопортретом моим, техническое сходство. То, что все достаточно быстро изображено. А следующая моя работа называется «Еле всех возрастов». Вы можете наблюдать на работе «Еле всех возрастов», поэтому она так называется. Совсем маленькая и зеленая, постарше, среднего возраста, совсем старые, совсем малюткие малыши. Эта работа писалась специально для проекта под названием «Леса России». Этот проект организовало Министерство культуры. Мы ездили непосредственно в Алтай. Эта работа писалась в Алтай, а именно в Горно-Алтайске, столице Алтая. Вы можете наблюдать горы на заднем плане, реки. Это девственная красота лесов наших русских. Главная задача этого проекта – воспеть русские леса, показать, насколько они дороги для России, чтобы берегли леса, берегли природу наши граждане. И я постаралась точно так же выполнить задачу проекта и показать красоту нашей прекрасной России. Но проект, к сожалению, не закончен из-за того, что произошел ковид. Все это подвисло в воздухе. Были написаны десятки картин, но, к сожалению, в законченности этот проект не обрел. Мы очень благодарны, я и мои коллеги, за то, что нам дали возможность посетить этот замечательный регион России. Мною были написаны две работы. Это вторая моя работа по данному проекту. Она более мрачная. Такое название – «Война миров». о том, что происходит война мира, природы и война людей. Что за место конкретно я изобразила? Это будущие горнолыжные трассы. И просто безжалостно срубали лес для будущей организации трасс на потеху людям. Также, почему я назвала картину подобным образом? Потому что у меня произошла ассоциация с произведением «Война миров», где огромные монстры в тумане, где-то на заднем плане находятся. Также эта сосна срубленная. Вы можете видеть, что верхняя половина повисла внизу и здесь вверх торчит. Печальная картина. Тоже призывает задуматься людей о том, что не надо безжалостно срубать леса в таких огромных количествах. Но она мне самой очень нравится, эта работа. Она очень атмосферная получилась. Я довольна своим творением. Последняя моя работа на данной выставке – это витраж в смешанной технике. Называется «Сей из рода нашего». Изображен на витраже Серафим Саровский. В подвиге стояния на камне. Немного расскажу про подвиг. Серафим Саровский дал обет, что будет стоять на камне, на коленях. Как вы можете понять, это достаточно тяжело и неприятно физически даже. Больно, наверное. Несколько дней, ночей, конкретный промежуток, я не знаю, сколько он стоял, но стоял достаточно много дней и ночей, не переставая. Таким образом, он просил прощения у Бога. На заднем плане вы можете видеть Богородицу и ангелов, но они присутствуют рядом с ним незримо на данном эпизоде. То есть не телесно, а как духи. То есть они его поддерживают, Богородица благословляет его этим жестом. То есть вы можете убедиться в том, что этот человек святой, именно из-за того, что его окружают большое количество святых. Этот витраж исполнен в нескольких техниках. Это Тиффани, то, что вы можете видеть. Спаяны несколько кусочков стекол, то есть как мозаика, и между ними идет пайка. Это Тиффани. Фьюзинг вы можете наблюдать, например, вот в этом месте, где один слой стекла запекается на другом слое стекла. То есть получается такой рельеф у стекла. И вот здесь вот тоже фактура моха представлена данной техникой. То есть было нарублено стекло и запечено на нижнем слое, и оно так растеклось красиво получилось. И роспись стекла витражными красками. То есть такой очень насыщенный технически получился витраж. Это часть моего диплома, прикладная. Потратила я на него несколько месяцев. Работала где-то от двух до пяти часов ежедневно, там или через день. Работа получилась не очень большая, потому что все основные силы я потратила на большой живописный диплом «Вход Господень в Иерусалим». Но получилась очень камерная вещь, картинная. Ее можно представить как и в окне храма, так и просто висящей на экспозиции, на выставке, как вы видите здесь. То есть такая универсальная вещь получилась, как я, собственно, и задумывала это произведение. Спасибо за внимание.